В России растет спрос на цифровых специалистов. В IT-кадрах нуждается не только частная компания, но и госсектор. Как государство решает эту проблему, об этом мы поговорим с главным специалистом Государственного комитета цифрового развития связи Хакасии Юлией Хамедулиной. Юлия Григорьевна, здравствуйте. В начале беседы я приведу одну цитату. По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, сегодня стране не хватает одного миллиона IT-специалистов. К 2027 году этот показатель может вырасти в два раза. Как государство намерено решать или уже решает эту проблему? В последние годы государство продвигает инициативы по подготовке специалистов. Основные планы и основные инициативы предусмотрены федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Основные задачи федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» это обеспечение рынка труда специалистами в сферах IT, информационной безопасности и цифровых технологий, создание онлайн-сервисов для образовательных организаций и обеспечение доступности для населения образовательных программ, связанных с приобретением цифровых компетенций. Так, например, в рамках проекта запущены такие образовательные платформы, как учеба.онлайн и степик. На образовательной платформе степик можно пройти бесплатные онлайн-курсы по информатике, программированию и анализу данных. На платформе представлен различный каталог различных онлайн-курсов, то есть для обучения необходимо просто зарегистрироваться и выбрать желаемый курс. На образовательной платформе учеба.онлайн организовано бесплатное обучение граждан компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики. То есть обучиться на этом портале могут совершеннолетние граждане, имеющие диплом о высшем, либо о среднем профессиональном образовании. Обучение на этом портале организовано дистанционно, включает в себя самостоятельное изучение материала, и по результатам обучения человек получает удостоверение о повышении квалификации. То есть оно будет в электронном формате. На сегодня на портале онлайн организованы три образовательные программы по обучению цифровым компетенциям. Это основы цифровой трансформации, основы цифровой грамотности и обработка персональных данных. С 2019 года обучение на портале учеба.онлайн прошли порядка 500 жителей Республики Хакасия. В 2020 уже тысяча. В 2021 этот показатель составил 1665 человек. То есть из года в год количество желающих повысить свои компетенции, как мы видим, оно растет. Онлайн курсы это, конечно, очень хорошо и замечательно, что такая возможность есть. А вживую можно повысить как-то свой уровень? Да, конечно, не совсем вживую. Все-таки мы поговорим про онлайн обучение. Получить, допустим, дополнительное профессиональное образование, не просто какие-то там курсы, можно благодаря одному из проектов, так называемые цифровые профессии. Этот проект дает возможность гражданам получить дополнительное профессиональное образование в сфере информационных технологий со скидкой от государства, то есть финансирование от государства. Скидка составляет от 50 до 100 процентов. То есть скидку 100 процентов могут получить граждане с инвалидностью и безработные граждане, состоящие на учете в центре занятости. А скидку 50 процентов могут получить студенты, так называемые бюджетники, то есть работники бюджетной сферы, и граждане, получающие зарплату ниже средней по региону. Принять участие в этом проекте граждане могут граждане Российской Федерации, старше 16 лет, также у них должно быть диплом о высшем, либо о среднем профессиональном образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы и оплаты. То есть схема какая? Человек на сайте госуслуги заполняет анкету заявления, далее прикрепляет необходимые документы, подтверждающие, допустим, его льготу и подтверждающие наличие образования. Далее в течение пяти дней проходит проверку, вот эти предоставленные документы, и после с гражданином заключается договор на обучение. После заключения гражданин, получается, может оплатить, и может, кстати, оплатить еще работодатель. То есть есть такая возможность. Ну и далее он проходит обучение по выбранной ему программе. А мимо обучения цифровая индустрия, IT-специалисты, на что еще, на какой меры поддержки могут рассчитывать? – Президент Российской Федерации в марте этого года установил комплекс мер для ускорения развития IT-отрасли. Во-первых, молодые IT-специалисты могут получить отсрочку от службы в армии до достижения ими 27 лет. Во-вторых, работники IT-организаций до 45 лет могут рассчитывать на льготную ипотеку. Она обойдется им всего в 5% годовых. Ну и новые меры поддержки обращены не только к IT-специалистам, но и к IT-компаниям. Так была упрощена процедура трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных IT-компаниях. Была установлена нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний до 2024 года. Также были снижены ставки налога по УСН до 1%, ранее он составлял 6%. Также компания должна быть аккредитована. И до марта 2025 года в отношении также аккредитованных IT-компаний приостановлено проведение выездных налоговых проверок. В самом начале беседы я сказал, что IT-специалисты требуются не только для рынка, для частных компаний, но и в госсекторе. А для госслужащих существуют какие-то специально обучающие программы? Цифровая трансформация государственного управления – это не просто оптимизация, оптимизация ряда процессов при оказании государственных функций и услуг. Это внедрение современных систем информационно-коммуникационных технологий с целью повышения качества системы государственного управления в целом. В этих целях Центром подготовки руководителей цифровой трансформации на базе Высшей школы государственного управления РАНХИКС организовано обучение по образовательным программам для государственных служащих. За период обучения слушатели систематизируют все представления о том, что вообще такое цифровая трансформация, что такое цифровая экономика, какие ключевые задачи стоят перед государством в рамках цифровой трансформации и как это может быть вообще связано с конкретными задачами сотрудников на местах. Обучение проходит в онлайн формате, отбор на программу конкурсный, поскольку для каждого региона выделяются определенные квоты. Каждый год госслужащий может обучаться только по одной программе. Всего их три этих программы, они различаются по объему, то есть от 228 академических часов до самой маленькой 20. В 2020 году в рамках федерального проекта кадр для цифровой экономики РАНХИКСом было обучено 174 сотрудника органов власти, органов местного самоуправления, подведомственных учреждений. В прошлом году этот показатель составил 66 человек. И вот в августе этого года РАНХИКС планирует запуск новых образовательных программ для государственных муниципальных служащих. Они поменяли концепцию, то есть раньше это были общие знания, сейчас они более такие как бы направленные, глубленные. Новые образовательные программы должны способствовать переводу госуслуг в электронный вид и повышению их качества. Юлия Григорьевна, спасибо огромное за крайне полезную информацию. Спасибо, до свидания. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин